МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каким будет бюджет Орловской области в 2021 году? Условия программ поддержки малого бизнеса, кому поддержит государство? Особоэкономическая зона Орел, кто они, первые резиденты? На этот и другие вопросы готов ответить Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области, по планированию экономики и финансам. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 761028. Я Наталья Пехтерева. Здравствуйте, Вадим Александрович. Спасибо, что пришли. Вадим Александрович, итак, бюджет региона, главный финансовый документ. В начале недели о нем говорили на заседании правительства. Собственно, что сейчас происходит, и в какой стадии работа над ним? Работа в правительстве по подготовке бюджета 2021 года и планового периода 2022-2023 года подходит к своему логическому завершению. Проект бюджета был представлен на заседании правительства 29 сентября текущего года. Рассмотрены были основные показатели, рассмотрены были основные направления расходов, на которые пойдут доходная часть нашего бюджета. Ну и, соответственно, было принято решение на правительстве данный бюджет утвердить и внести его в областной совет народных депутатов для рассмотрения в соответствии с нашим законодательством в соответствующих чтениях. И принятие в окончательной редакции для того, чтобы потом Департамент финансов смог довести лимиты бюджетных ассигнований, лимиты бюджетных обязательств наших главных распределителей бюджетных средств. Ну и они, соответственно, уже планировать расходы. Кому-то нужно уже будет объявлять торги для того, чтобы обеспечивать непрерывное функционирование в 2021 году. Кто-то будет доводить до соответствующих муниципальных образований лимиты. Ну, работа уже перейдет в такой плановый режим. В чем особенность нашего бюджета? Ведь живем мы в непростых условиях сегодня. Условия действительно непростые. Назову параметры нашего бюджета, которые сейчас вносятся на сегодняшний момент в областной совет народных депутатов. Ну, первые доходы. 38 миллиардов у нас будет составлять доходная часть бюджета. Причем собственные доходы, те налоговые поступления, которые поступают к нам, это порядка 20 миллиардов рублей. Остальные 18 миллиардов – это межбюджетные трансферты, которые нам будут поступать из федерального бюджета по различным направлениям. Субсидии, дотации, субвенции, иные межбюджетные трансферты. Ну, соответственно, бюджет у нас принят бездефицитный. 38 миллиардов дохода, 38 миллиардов расходы. Как и прежде, бюджет сохраняет свою социальную направленность. А вот если сравнить текущий бюджет, то есть бюджет на 2021 год, с тем, который мы принимали год назад, какие принципиальные у нас отличия? Ну, первое, конечно, это рост доходной части бюджета. У нас идет прирост по доходам примерно около 7%, если брать общую итоговую часть. Мы планируем рост по всем видам налоговых поступлений, которые поступают в наш областной бюджет. Ну, первый основной налог, который поступает в регион, и это основная его часть, порядка 7 с лишним миллиардов, это налог на доходы физических лиц. Мы его планируем пока на уровне плюс 4%. Соответственно, есть прогнозный рост и по налогу на прибыль. Но здесь мы подходим очень аккуратно, потому что не только налоговые платежи по налогу на прибыль поступают от наших предприятий. У нас же есть еще и консолидированная группа налогоплательщиков, по которым ни у нашего управления по налогам и сборам нет достоверных сведений. Поэтому мы ориентируемся на те данные, которые доводят до нас сферку ФНС, до наших управлений, примерно на ориентировочную сумму на сегодняшний момент. Поэтому по планированию налога на прибыль мы подошли очень аккуратно. Будем смотреть, как будет исполняться данная доходная строчка в течение первого квартала, первого полугодия и корректировать в зависимости от тех темпов, которые будут показаны. Есть неплохой прирост и по упрощенной системе налогообложения. Мы видим и прогнозируем, что рост будет. И, соответственно, по остальным налогам, налог на имущество и другие налоговые поступления также планируются с ростом. Вы говорите то, что бюджет социально направлен. Впрочем, как и каждый год, так же, как и бюджет Российской Федерации, что значит это для нас, жителей Орловского региона? В самом начале своей работы губернатор нашего региона Андрей Евгеньевич Клычков ставил задачу по повышению качества жизни наших граждан. Это вот такая задача красной линии проходит по всей работе правительства, по любому направлению. Будь там работа в социальном обслуживании, будь там работа в образовании, в здравоохранении, в дорожном строительстве. Ну, повышение качества граждан. Губернатор ставит такую задачу перед всеми органами государственной власти. Поэтому те средства, которые мы будем направлять на решение той или иной задачи, будут способствовать как раз постепенному достижению повышения уровня жизни наших граждан и качества жизни наших граждан. Порядка 25 миллиардов рублей из тех 38, которые сейчас есть в расходной части бюджета, как раз пойдут на исполнение наших социальных расходов, социальных обязательств. Естественно, в полном объеме заложены у нас меры социальной поддержки для наших граждан. Мы даже постараемся их немножечко проиндексировать к уровню 2020 года. Но, опять же, исходя из наших возможностей, из наших темпов, нашего роста, у нас идет увеличенный платеж за неработающее население в территориальный фонд обязательного медицинского страхования. Также у нас подрастает плата по здравоохранению в области программы государственных гарантий. Также увеличивается норматив на одного больного, который будет у нас обслуживаться в наших учреждениях здравоохранения. Ну, в целом, остальные средства будут у нас расходоваться на дорожный фонд, на дорожный строительство. Вот об этом после того, как послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Николаевна. Вадим Александрович, у меня такой вопрос. Особая экономическая зона наша пропала вообще с повестки. Не внес ли коронавирус никаких изменений в планы по развитию? И не изменятся ли льготные условия налоговые? Спасибо вам большое. Вот телезрители впереди, у меня тоже был такой вопрос. Спасибо за вопрос. Ну, не совсем согласен, что пропала с повестки наша особая экономическая зона. Она развивается. Мы проходим все необходимые организационные процедуры. Прошли с Министерством экономического развития. Сформирован наблюдательный совет. Вадим Александрович, а давайте мы историю. Как у нас начиналась особая экономическая зона? С чего она начиналась? История его очень долгая. Мы заявку подавали в далекие годы. Потом был наложен вето на принятие новых решений о создании экономических зон в субъектах Российской Федерации. Как только вето президента было снято, мы сразу, это был, если мне память не изменяет, 17 августа 2018 года, в этот день по приглашению губернатора у нас был заместитель министра экономического развития Вадим Живулин. И Андрей Евгеньевич показывал ему наш на тот момент индустриальный парк «Зеленая роща». О нем мы тоже сегодня поговорим. И как раз было принято решение, и замминистра на тот момент поддержал, говорит, да, подавайте заявку хорошей территории, хорошей перспективой на присвоение данной территории статуса ООЭЗа. И с 17 августа, прошу прощения, мы начали подготавливать заявку. Мы ее, на мой взгляд, подготовили в кратчайшие сроки. И уже до начала нового 2019 года пакет документов был направлен в Министерство экономического развития. Здесь началось самое интересное и самое непростое – согласование в профильных министерствах правительства Российской Федерации. Мы согласовали данный проект постановления о присвоении статуса ООЭЗа в Министерстве экономического развития, в Министерстве промышленности и торговли. Получились согласования в Федеральной таможенной службе. Но вот на стадии Министерства финансов у нас возникли некие трудности. Я бы не сказал, что это проблема, но трудности возникли. Вопросы у них к нам появились? Ну, Минфин просто подходит. Покажите необходимость, для чего вам нужна эта особая экономическая зона. Ну, губернатор лично выезжал в Министерство финансов, возглавлял тогда делегацию и доказывал, что Орловской области необходим данный инструмент. Необходим данный инструмент, чтобы иметь конкурентное преимущество, как минимум сравняться с другими регионами, которые рядом с нами. Ну, в Туле есть особая экономическая зона, в Калуге есть, в Орле нет. Это же особые условия экономические для бизнеса. Да, я от них чуть-чуть ниже скажу. Не только в престижных регионах. Да, ну, в результате мы смогли убедить Министерство финансов, причем губернатор был инициатором даже рассмотрения на уровне аппарата правительства данного вопроса. Мы ездили в аппарат правительства Российской Федерации, когда рассматривали вопросы о присвоении нам статуса. Только благодаря вот такой активной позиции Андрея Евгеньевича 24 сентября 2019 года было подписано постановление правительства Российской Федерации 1241, по-моему, номер, о присвоении статуса особой экономической зоне данной территории. Год был недавно. Да, практически год прошел для того, чтобы пройти всю вот эту процедуру согласования, обойти все кабинеты в правительстве России. Но результат стоил того, он стоил того, у нас есть данный статус, данная зона. Что она дает? Ну, я коротко буквально скажу. И есть ли предприятия, люди, инвесторы, которые интересуются этого? Сейчас я об этом тоже скажу. В первую очередь, конечно, это льготное налогообложение по налогу на прибыль, налогу на имущество, земельному налогу, транспортному налогу. Ну и плюс для резидентов особой экономической зоны есть положительный момент, когда даются преференции по ввозным и экспортным таможенным пошлинам. Это важно, если, а мы там как раз планируем, и губернатор ставит задачу, концентрировать там экспортно-ориентированные предприятия. А на сегодняшний момент, я уже начал об этом говорить, продолжу. У нас сформированы все необходимые организационные структуры по управлению экономической зоной. Создан наблюдательный совет, туда вошли представители Министерства экономического развития. Есть управляющая компания, им стала корпорация развития Орловской области. И у нас есть два резидента. У нас есть два резидента, которые получили статус резидента решением Министерства экономического развития. Это компания Агрос, компания РК Премикс, которые начинают реализовывать свои инвестиционные проекты. А что за проекты? То есть на чем они будут специализироваться? По переработке сельхозпродукции одного нашего предприятия, это Агрос, ну и РК Премикс по изготовлению кормов для животных. Тоже востребованная вещь в нашем регионе, поскольку у нас все-таки развивается животноводство. Ваши прогнозы, как скоро резидентов будет гораздо больше, если какая-то глобальная задача? Их должно быть 50, 120 или сколько? Чем больше, тем лучше. Это, конечно, для экономики региона. Но, опять же, повторюсь, Андрей Евгеньевич ставит задачу концентрировать там экспортоориентированные предприятия. И те предприятия, которые работают, будут работать на переработке то, что у нас лучше всего получается. А лучше всего у нас получается выращивать урожай. У нас неплохой урожай, рекордный складывается в этом году. Так вот, Андрей Евгеньевич говорит, так давайте мы его будем перерабатывать, а потом уже продавать на сторону, как результат переработки. На сегодняшний момент действительно у нас есть несколько резидентов, пока не буду о них более подробно говорить, которые делают уже реальные шаги для того, чтобы реализовывать свои инвестпроекты. Есть регистрация юридического лица, причем уставный капитал – это не 10, не 100 тысяч рублей, и не 1 миллион. Несколько миллионов рублей уставный капитал. То есть это говорит о серьезности намерений одного инвестора реализовывать этот инвестпроект. Сейчас мы занимаемся подборкой земельного участка. А земельный участок где у нас будет располагаться? Моценский район. Моценский район, это не только зеленая роща. Особоэкономическая зона. То есть весь Моценский район, получается, в любой точке Моценского района может быть предприятие. Инвестиции тоже не миллиард, не 2, не 3, не 10, гораздо больше. Поэтому сейчас мы проработаем. Я надеюсь, что мы уже к январю-февралю выйдем на подписание соглашения, и уже инвестор будет представлять и тот проект, и уже начнет его реализовывать. Потому что тоже стадия проектирования параллельно идет. А действующие предприятия, которые существуют на территории региона или, может быть, на территории Моценска, могут ли они стать еще и резидентами особой экономической зоны и получить тоже какие-то преференции? Ну, если говорить о городе Моценске, там мы тоже добились. Вообще, наверное, 2019 год он был значимый, на мой взгляд, для Орловской области. Мы получили статус особой экономической зоны 24 сентября, как я уже сказал. И мы получили 12 апреля, в день космонавтики, постановление правительства Российской Федерации присвоен статус территории опережающего развития городу Моценску. Опять же, что это значит? Опять же, льготы по налогам. Налог на имущество, налог на прибыль, земельный налог. И плюс снижение страховых взносов. Там 7,8% определенное количество лет страховые взносы будет платить тот инвестор, который будет реализовывать инвестпроект. Причем вход и по объему инвестиций, и по количеству рабочих мест гораздо ниже, чем в особой экономической зоне. Поэтому там тоже все развивается. Есть у нас определенные индикаторы, которые закреплены в соглашении с Министерством экономического развития, которые мы должны, вернее, обязаны достигать. Мы их, честно скажу, даже перевыполнили за 2019 год и по объему инвестиций, и по количеству рабочих мест. И выручку, которую предприятия реализовывали инвестпроекты в этот период, больше 200 миллионов рублей получили. Поэтому ТАСЭР тоже развивается активно. Ну и Зеленая Роща есть у нас в Моценском районе. Какая ситуация там, какое количество резидентов? Ожидаете ли вы, что увеличится? Зеленая Роща – это как раз территория получила статус особой экономической зоны, я о нем говорил. Пока два резидента, на подходе еще несколько. Корпорация развития активно в этом направлении работает. Они регулярно нас информируют о той работе. Ну, оно происходит совместно. Такой проектный офис у нас есть по инвестиции. Вадим Александрович, у нас звонок, слушаем телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте, слушаем, как вас зовут? Виктор Иванович, знакомый вам голос уже. Я бы хотел вопрос задать. Вот Вадиму Тарасову, я не знаю, как поучу. Вадим Александрович. Вадим Александрович. Вот у меня вопрос. Все мы говорим очень много и красиво, и хорошо. Но вот самое элементарное, кто может из вас в областном правительстве сказать, когда 100 у нас будут в Орле работы или предприятия строятся, чтобы 5-10 тысяч работало человек, но чтобы не ездили в Москву. Ну, сколько это может продолжаться? Это ездят люди туда, а здесь платят копейки. Спасибо вам большое, Вадим Александрович. Итак, заводы большие будут, и нужны ли они в сегодняшней ситуации региону? Ну, на 5-10 тысяч... Гиганты такие. Вряд ли, наверное, в городе Орле уже есть возможность построить такие заводы. Виктор Иванович, спасибо на самом деле за вопрос. И спасибо за отношение к нашему городу и за переживание о его развитии. Если говорить о рабочих местах на территории города Орла, у нас активно развивается зона там, где находится у нас бывший столепрокатный завод. Там на сегодняшний момент нет ни одного свободного земельного участка для того, чтобы заходили новые инвесторы. Все предприятия, которые там сейчас работают, они... Все действуют, да? Они все действуют. Более того, практически все из них включены в перечень системообразующих предприятий нашего региона. У нас их 64. И мы еженедельно оцениваем их уровень загрузки. Так вот, более 80% из этих предприятий имеет загрузку более 60% мощностей. На наш взгляд, это неплохой вариант. Но, опять же, мы идем, наверное, по пути не создавать в городе Орле подобные заводы, а немножечко их выносить за территорию города Орла. Сейчас мы прорабатываем вариант, вот совсем прям с границей, проработать создание промышленного парка. И планируем получить средства из федерального бюджета в рамках национального проекта на создание инфраструктуры. Вот, на наш взгляд, крупные промышленные предприятия, о которых говорил Виктор Иванович, как раз нужно размещать вот за границей города Орла. А на территории города Орла все-таки создавать комфортные условия. А какой точке Орла вы вот конкретно говорите сейчас? Это в Орловском районе, поселок Добрый. Вот там мы сейчас планируем и стоит задача перед корпорацией развития создать, разработать проектно-сметную документацию для того, чтобы мы представили Министерство экономического развития на плановом периоде. У нас пока эти деньги в рамках национального проекта предусмотрены. А вы видите, на чем-то конкретном он должен специализироваться, этот промпарк, или разносторонние могут инвесторы заходить? Конечно, нам бы хотелось, чтобы была специализация, был своеобразный кластер, где предприятия смогли кооперироваться и таким образом сокращать свои логистические расходы. Вот совсем недавно, там вчера у нас были индийские партнеры, и губернатор с ними проговаривал о создании фармацевтического кластера. То есть индийская сторона готова нам предоставлять технологии по изготовлению медицинских препаратов, лекарств на территории региона. Ну, будем над этим работать. Конечно, хотелось бы идти по кластерному развитию. Они предлагали вчера еще проекты в сфере сельского хозяйства, IT. А насколько их серьезны намерения? Или они вот приехали в регион просто посмотреть, как здесь, или уже вот конкретные предложения все-таки звучали? Уже можно с ними, то есть, работать, сотрудничать, о чем-то с ними говорить? Вы знаете, каждый, кто приезжает в регион, наверное, это не секрет, хочет что-то продать. Они хотят продать свои технологии, свои разработки, если мы говорим об IT, мы хотим предложить свои условия. Но если говорить об IT, мы договорились о том, что об уровне кооперации. У нас же есть замечательный IT-кластер, который создан на территории нашего региона, города Орла, и у него есть очень-очень хорошие разработки в области программного обеспечения. Ну, уже Андрей Евгеньевич не раз об этом говорил. Программа каршеринга, которая в том числе и в Москве функционирует, она разработана нашими предприятиями. Поэтому мы договорились о том, чтобы скооперироваться с индийскими партнерами. И задача, вернее, обсуждали мы вопросы по искусственному интеллекту. То есть, у них есть наработки, у нас есть наработки. Мы договорились, что проработаем этот вопрос и уже позже выйдем с конкретными предложениями для губернатора по реализации данных инициатив. Да, их, конечно, интересует и наша сельхозпродукция. Но, опять же, мы-то как раз хотим не просто сырье продавать на экспорт, зерно отправлять. У них больше, конечно, кориандр, бобовые культуры пользуются спросом. Мы-то хотим, чтобы была переработка на территории региона, чтобы создавалась добавленная стоимость, чтобы были рабочие места. Как раз Виктор Иванович о них и говорил, чтобы люди не уезжали в Москву с высоким уровнем заработной платы. А потом уже, пожалуйста, продукт переработки будем экспортировать. Даже проговаривали логистику, через какие порты возможно все это дело делать. Мы с вами плавно перешли к теме занятости. Но к бюджету мы еще вернемся, конечно же. Что у нас занятостью и какие меры поддержки орловчан? На какие меры поддержки они могут рассчитывать? Те люди, которые потеряли работу. Что касается занятости, до начала всех ограничительных мероприятий по пандемии у нас было 3008 человек наших граждан, которые отчислились на бирже труда в службе занятости. Самый пик, по-моему, 21, 22, 23 августа держался. 13 215 человек. На сегодняшний момент, сегодня буквально данные смотрели, 12 462. То есть у нас уже идет на спад. Трудоустроились? В том числе. В том числе. В основной массе трудоустроились. Что было сделано правительство? Опять же, когда мы увидели, что начало расти количество безработных, губернатор дал поручение нашей службе занятости. Первое. Чтобы были комфортные условия для людей, которые потеряли работу, чтобы они регистрировались в службе занятости. Но одновременно, если помним, и президент давал такое поручение, и был создан быстрый информационный ресурс работы в России. И путем подачи заявления по электронному ресурсу наши граждане уже автоматически получали статус безработного. Никакие справки предоставлять было не надо. У нас это шло в порядке межведомственного взаимодействия. Мы получали сведения по доходам, если кто работал. Но вот если говорить на сегодняшний момент, 12 462 человека, о которых я сказал, 51% потеряли работу из этого числа в период пандемии. 33% от этого числа никогда не работали. Ну, просто у нас нет данных о предыдущем месте работы. Ну, и оставшийся процент – те люди, которые потеряли работу за год до начала ограничительных мероприятий. На сегодняшний момент, сегодня у нас 1 октября, к сожалению, те повышенные меры поддержки занятых, они закончились. У нас, если помним, по инициативе президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, были введены 3 тысячи каждому безработному на ребенка. Причем, если стояли на бирже и папа, и мама, то получал один родитель. Эту дополнительную выплату она как раз сегодня прекратилась. Пока решение Федеральное правительство о продлении данной выплаты не принято. Что касается самой суммы пособия по безработице, да, в период активного роста инфекционных заболеваний было принято решение 12 130 рублей. Для тех, кто никогда не работал, так образно скажу, и те, кто потерял работу гораздо раньше, чем начало было ограничительных мероприятий, там подняли минимальный размер, если помните, было полторы тысячи, стало 4 500. Вот это все закончилось 1 сентября. Сейчас вошли в прежний порядок начисления пособий. Оно будет зависеть от средней заработной платы, от продолжительности рабочего времени. Но одновременно, вот с увеличением пособий на федеральном уровне и упрощением процедуры регистрации в качестве безработного, губернаторам была поставлена задача увеличить количество вакансий, которые у нас есть на наших предприятиях. Вот я сказал уже про наши системообразующие предприятия, туда вошли и промышленности, и торговли есть, ну, в основном там предприятия промышленности. В принципе, они не попадали у нас под ограничительные мероприятия, мы их не закрывали, они продолжали работать. И на сегодняшний момент у нас 7600 вакансий есть в базе нашего управления труда и службы занятости. А зарплата там какая? Зарплата разная. Зарплата есть разная, есть и высокая заработная плата. Ну, допустим, в одном предприятии главный бухгалтер требует с зарплатой 100 тысяч рублей. Как раз вот в Амцентском районе на территории зеленой рощи предприятия работает. Есть и водители с высокой заработной платой, но есть, конечно, и с минимальным размером труда, но, соответственно, просто труд невысококвалифицированный. Вы знаете, нас иногда критикуют, говорят, что вот мы смотрим, вы говорите об одних уровнях заработной платы, а мы начинаем смотреть на службе занятости, и там совершенно другая. Ну, вот, в частности, не буду называть предприятие, была такая ситуация, что мы говорим, что уровень заработной платы там 40 тысяч рублей, а вакансия там висит 25. Но дело в том, что это начальный уровень, когда еще нет соответствующей квалификации, соответствующего класса, ну и так далее. Два-три месяца человек повышает свою квалификацию, и у него уже идет повышение уровня оплаты труда. Поэтому эти условия тоже мы давали ориентир, чтобы наши специалисты службы занятости тоже доводили до граждан, что вот это начальный этап. Дальше при развитии, при получении квалификации, навыков, умений, соответственно, уровень зарплаты будет повышаться. Поэтому задача стоит, конечно, наших граждан трудоустроить. Так вот, то снижение с 13.215 до 12.462 в основном пришло за счет трудоустроенных. Конечно, в основном трудоустроивается в Орле, есть трудоустроенные в предприятии торговли, но не только Орлом, Ценском и Ливном ограничится количество вакансий. У нас есть вакансии и у наших инвесторов, которые работают. И в Сосковском районе, и в Дмитровском районе, в Орловском районе. И мы предлагаем такую широкую карту нашего региона для того, чтобы люди смогли получать заработную плату. Как раз Виктор Иванович задавал вопрос. И люди возвращаются. На самом деле возвращаются. А у нас в правительстве введено кураторство районов. Я курирую Тростнянский район. Как там с работой? Там с работой... Сложно? Хорошо. Хорошо. Так вот, о чем я хочу сказать. Как раз, когда созданы были рабочие места нашими инвесторами, люди начали возвращаться. Люди начали возвращаться из Москвы. Это действительно так. Поэтому как раз и губернатор ставит задачу больше рабочих мест. Больше высококвалифицированных рабочих мест. Высококвалифицированное рабочее место правительство оценивает по уровню заработной платы. Вот такое. Поэтому губернатор ставит задачу. Да, чем больше будет зарплата, тем больше будет людей оставаться в регионах. Хотя миграция, она все-таки есть. И, мне кажется, она будет продолжаться. Но все ищут что-то лучшее для себя. Где-то больше возможностей. А мы вернемся с вами, как и обещали, к бюджету. Всех, конечно же, интересует строительство дорог. Что будет в будущем году? Хватит на это. Средств будет ли их больше? Сейчас какие у нас прогнозы, какие средства вы закладываете на дорожные нужды? На сегодняшний момент дорожный фонд у нас 5,5 миллиардов. Это я подчеркну на сегодняшний момент. Потому что очень активно работает наш департамент строительства с соответствующим профильным министерством. И постоянно идут добавления в наш дорожный фонд средств федерального бюджета. Мы учли риски, которые были в предыдущие периоды. Губернатор их увидел и сориентировал. Если обратили внимание, мы торги проводили в предыдущие периоды апрель-май. Выходили на дороги уже в лучшем случае в мае, то в июне. В прошлом году мы закончили в январе торги. В этом году мы пошли еще дальше. Губернатор поставил задачу на 2021 год провести торги в 2020 году. И у нас уже вышел город Орел на торги. Орловский район. И что характерно, в этих 5,5 миллиардах, о которых я сказал, есть и средства национального проекта на безопасные качества автомобильной дороги. Там более миллиарда рублей. Так вот, сейчас уже город Орел, если берем с Герцогского моста, съезжаем, если все видели, там делают дорогу. Улица авиационная, то же самое. Там сейчас выравнивающий слой сделан. Это дороги 2021 года. То есть мы идем уже на шаг впереди. Мы делаем объекты 2021 года для того, чтобы наши граждане смогли комфортно перемещаться на автомобилях в пределах территории города Орла. Орловский район делает то же самое. Поэтому мы надеемся, что, показав федеральному центру, что мы идем... С опережением. Да. Ну, на это и профильный вице-премьер ориентирует Марат Хуснулин. Те регионы, которые будут выполнять показатели раньше всех по национальному проекту... Я не люблю это слово, осваивать денежные средства. Скажу так, оплачивать качественно выполненную работу, то мы надеемся получить дополнительные средства в 2021 году. Повторюсь, у нас департамент строительства очень активно работает по этому направлению. И постоянно нам средства на сельские дороги добавляются. Либо вот в рамках национального проекта по безопасному качеству автомобильной дороги. Владимир Александрович, ну, времени нашего эфира остается все меньше и меньше. Мы с вами должны обязательно обсудить одну важную тему. Это поддержка бизнеса. Давайте мы напомним, какие меры поддержки федеральной и региональной были приняты. И, собственно, какой они эффект дали. Почувствовали ли этот эффект Орловчай? На самом деле было непростое время. Я не помню, чтобы мы работали в таких условиях. В условиях ограничений, в условиях закрытия видов деятельности. И практически 24 часа в сутки профильные департаменты управления работали в правительстве для того, чтобы облегчить... Понятно, что, наверное, полностью нельзя было создать комфортные условия для наших предпринимателей. Ну, хотя бы облегчить вот ту ситуацию, которая сложилась. Напомню, у нас пакеты вводились постепенно. Был первый пакет мер, второй, третий пакет мер. Конечно, главенствующим были это федеральные меры поддержки, которые вводились по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Но были и региональные меры. Самая важная, самая востребованная региональная мера – это какая? Ну, все воспользуются региональной мерой, когда мы снизили ставку по упрощенной системе налогообложения. И по налогу на имущество. Она автоматом по тем видам деятельности, которая у нас была определена. Напомню, что правительство Российской Федерации определило наиболее пострадавшие в отрасли. Они были по АКВЭДам распределены. Это отдельная история. У нас случилось так, что предприятия работали по тому виду деятельности, по названию, но имели другой АКВЭД. Вот, к сожалению, не смогли мы эту ситуацию переломить. И губернатор не один раз обращался и в правительство Российской Федерации, и в оперативный штаб по коронавирусу с предложением расширить, либо дать возможность внести изменения в этот вид экономической деятельности. К сожалению, у нас это не получилось, и это приходится признать. Но по тем видам деятельности, которые у нас попали под наиболее пострадавшие, наиболее распространенным, конечно, это был безвозмездный град на выплату заработной платы. Он выплачивался в апреле и в мае. У нас 420 миллионов рублей получили наши предприниматели и предприятия, работающие в пострадавших отраслях, на выплату заработной платы. Рассчитывалось он очень просто. Количество работников умножалось на 6 месяцев. И важным условием было сохранение занятости на уровне 90%. У нас порядка 7 тысяч предприятий и предпринимателей обратились по результатам апреля. Ну и такое же примерно количество по результатам мая в июне обратились и получили соответствующие выплаты. Выплаты также были комфортны. Была организована подача заявок через Федеральную налоговую службу. Автоматом это все проверялось. Ну и принималось решение. И по тем реквизитам, которые указывал предприниматель, перечислялись соответствующие денежные средства. Многие получили. К сожалению, есть и те, кто не получили. Поэтому было принято решение сделать соответствующие программы. Опять же, губернатор дал такое поручение, понимая, что не совсем справедливо. Кто-то получил, а кто-то не получил. Работать в фонде микрофинансирования. И там были сделаны соответствующие программные продукты для того, чтобы... Ну хотя бы у нас фонд микрофинансирования не может давать безвозмездное средство. Он для другого создан. Поэтому были обнулены практически ставки для того, чтобы люди могли воспользоваться практически бесплатным ресурсом. Вот этот сложный период, когда выручка у всех упала. Вот у нас как раз звонок на эту тему. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Вот сейчас вопрос поддержки бизнеса. Да, представьтесь, пожалуйста, сначала. Как вас зовут? Симон Василий Иванович. Слушаем вас. С 1 января 2022 года ставки арендной платы по сельхозугодиям для сельхозпредприятий были увеличены до 4% от катастрофной стоимости. При Потомском данная ставка была 0,8%. То есть, каким образом, с какой целью произошло такое увеличение резко арендных платежей. И при том, что увеличилась катастрофная стоимость земельных участков. То есть, получается, что в разы, то есть в 8-10 раз увеличились платежи сельхозпредприятий за земли, собственно, которые не разграничены. Спасибо вам большое. К сожалению, время нашей программы завершается. Мы должны еще успеть ответить на вопрос. Добрый вечер, Василий Иванович. Ну, начну с того, что сельхозтоваропроизводители у нас по постановлению Российской Федерации не являлись пострадавшими отраслями. Что касается катастрофной стоимости, мы обязаны были по законодательству провести переоценку той, которая была сделана в 2014 году. Очень много работали, целый год. Сейчас, в прошлом году, в декабре, результаты оценки были утверждены правительством Орловской области. Да, там есть определенные вопросы. Но, опять же, они связаны с тем, что это массовая оценка. А когда делает оценщик индивидуально, там включаются другие факторы. Для этого у нас есть соответствующая комиссия по рассмотрению результатов переоценки. Ну, еще никому мы не отказали на снижение. Если предприятие и здесь не удовлетворено, они идут работать. Они идут с иском в судебные органы. Но и суд тоже не понижает до тех уровней, которые сейчас представляют предприятия. Понимая, что все-таки земля является одним из наиболее ценных средств производства. И поэтому снижают. Но не настолько, как было раньше. Когда просто она падала ниже нижнего. Что касается повышенных ставок, ну, насколько я помню, у нас ставки повышает каждое конкретное муниципальное образование. Вот Василий Иванович может ко мне обратиться. Ну, вот телезритель, да, оставил контакты. Тем более мы с ним знакомы, с Василием Ивановичем. Вот, он может ко мне обратиться по конкретному району. И я с удовольствием помогу Василию Ивановичу разобраться в этой ситуации, в которой, насколько я понимаю, оказался. Вадим Александрович, спасибо Вам большое за сегодняшнюю беседу. Приходите к нам еще. Спасибо Вам за предоставленную возможность проинформировать наших граждан. Ну, и пользуясь лучшим, хочу пожелать всем доброго здоровья. Берегите себя, своих близких. Не болейте. Всего Вам самого доброго. Это действительно очень важно. Спасибо Вам большое. В нашей студии был Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области. А я, Наталья Пехтерева, с Вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»